Под угрозой будущей одного из лучших в России сельхозпредприятий. Напомним, решение арбитражного суда Подмосковья от 11 ноября фактически завершило захват совхоза имени Ленина фирмой Ротаагра. Судебные решения по этому предприятию зачастую принимались на основании противоречивых документов, неправомощным составом суда, при наличии обстоятельств, вызывающих сомнения в объективности и беспристрастности судей, с грубыми нарушениями закона при исполнении судебных решений. Юристы КПРФ констатируют, что ни по одному делу, связанному с совхозом, добиться объективности в судах не удалось. На этом фоне решение о передаче контроля над предприятием группе Ротаагра выглядит беспрецедентно грязным. У них до этого было 42%, сейчас они передали еще 16,5% безвозмездно. То есть просто отняли у собственников, других собственников, которые даже сторонами не были в деле, их даже не опрашивали, а их не опрашивали как свидетелей. Как это возможно, мне в общем сложно представить действительно. То есть правовое государство, правда, я не знаю, не знаю. Может быть в какой-то параллельной реальности это возможно. С обращениями по поводу произвола в отношении совхоза имени Ленина коммунисты обратились в администрацию президента и генпрокуратуру. Официальных ответов пока не последовало. По мнению политологов, жесткая атака на народное предприятие продиктована политическими мотивами. Конечно же, это удар по лидерам левопатриотического блока, коим Грудинин является. Напомню, он официально является по популярности после президентских выборов, которые прошли, после Путина вторым человеком. Соответственно, естественно, ослабить его позиции экономические, социальные, это рейдерам пока удается. Ну и надо понимать, без политического решения такие действия просто невозможны, потому что любой правоохранитель, любой рейдер, любой коммерсант на такую крупную политическую фигуру, как Грудинин, он без санкций самого верха никаких действий, следственных или иных, не будет осуществлять, потому что это опасно. Подмосковный совхоз имени Ленина сегодня показывает россиянам тот позитивный образ будущего, который так и не смогла дать стране правящая верхушка, подчеркивают представители левой оппозиции. Они уверены, пытаясь уничтожить успешное предприятие, власть совершает стратегическую ошибку. Если же будут ломать через колено, пока мы видим такие тенденции, то действительно это может плохо закончиться для них, потому что терпение людей не бесконечное, авторитет Грудинин на высокий. И в совокупности с другими сейчас всякими очень грубыми, наглыми действиями власти в отношении людей, эти принуждения к вакцинации, QR-коды, грязные выборы прошедшие и прочее, вот эта история с совхозом может стать тем катализатором, той искрой, которая действительно зажжет целый костер народного недовольства. России нужна альтернатива, и эта альтернатива – социализация, подчеркивают в КПРФ. Ситуация вокруг совхоза имени Ленина показывает, насколько далека правящая верхушка от осознания необходимости левого поворота в жизни страны. Все это не в пользу существующей политической системы, и все это говорит о том, что противоречия, которые существуют в российском обществе, столь многогранные, что нынешняя власть не справится с ситуацией, глубокое противоречие этих разрешить не сможет, и России придется выбирать другой путь. Когда убивают совхоз Грудинина, пытаются убить, в том числе пытаются убить и эту альтернативу, социалистическую альтернативу тому прочному пути, на котором сегодня стоит Россия.